Друзья, я рад вас приветствовать на канале СКРД УфРОД с вами Константин и мы находимся на втором дне пятого топа чемпионата Краснодарского края по трофе спринта у нас начинается категория туризм. У нас заявлено 9 экипажей. Шилка вчера порвалась в Ниве открытой на первом кругу, поехали парни ночью поменяли задний редуктор, поставили новый кардан задний и готовы в бой. Автомобиль Мамба тоже починились, что-то подварили и сейчас будут открывать эту категорию. Шахты мотор спорт Нива на шестнаре. Давно этот автомобиль участвовал в Кубке ЮФО в этом году выезжает первый раз. Удобная. На Суперстоунах, Шеви Нива. Пацаны готовы. Вот они. КПР на интересной резине. На вот такой автомобиль Франкенштейн. Че, парни, как настрой? Какой настрой? Давайте, удачи! Автомобиль из Осетии. Автомобиль Пантера. Парни тоже готовятся. Давайте, удачи! Аккуратно, не торопимся, да? Машину бережем. Спасибо. Все, хорошего старта. Удачи! Симба. А, Симба. Там еще где-то был Симба. Почему-то я не заметил. Симба где-то сбоку стоял. Автомобиль Симба. Еще автомобиль из КБ. Поехала Симба. Парни готовятся. Тоже последнее приготовление. О, как! Ничего себе! Сегодня дебют у Колиного сына, видишь? Классно, классно! Дебютная гонка. Будем болеть. Все, Коля вчера немножко ЧП-шник поранился, поэтому сегодня сынуля в гонке. Класс! Все, пойдем на первое препятствие. Первый на лебедке выезжает автомобиль Симба. Стартовал, напомним, третий. Так что, нелегко там проезжается по камышам. Там водичка. Здесь увеличили траекторию. Раньше была более узкая. Отлично проходит. Ой, как глубоко. Ой, как глубоко. Но плывет Нива, плывет. И своим ход. Да ну ладно. Вот это да. Мощненько, мощненько. Сильно, сильно. Красавцы. Это плюс Нивы. То, что она имеет положительную плавучесть. Она проплыла. УАЗик сейчас здесь сразу сядет на дно. Молодцы. А что-то Симба-то встали и капотик-то открыли. Лех! Сашу с трассы надо убрать. Он там лишний. Так, видим как работают штурманы. Один, второй. Все выезжают на лебедках. Появляются два автомобиля. Залили там подъем водичкой. Лишний человек на трассе подсказывает. О, православный шестнарь. Так, там получается Ахмат упирается в Ниву. Сейчас Нива освобождает ему траекторию и поедет. У Симбы до сих пор открытый капот. Короче, не выключается компрессор. Где-то по трубам слетел, а на пневмосистеме завязаны все блокировки. Вот. Поэтому компрессор очень важная вещь в спортивном автомобиле. Автомобиль Мамба. Проплывает второй автомобиль по левой траектории. Туда потом. Туда скончилось. А из ямки выехать не смог. Выбило то ли раздатку. Не крутились колеса только что. А можно я с камерой просто? Так, по-моему, там. Франкенштейн. Видите, сразу на дно садится. А Нива проплывает этот момент. Очень слабо. Ой, как там глубоко. А Нива проплывает. Большая глубина. Так. Мамба-лебедица. Фрэнк-лебедица. Закусила лебедочку. Надо рвануть ее сильно. Чтобы, получается, когда натяжка идет, трос между тросом проваливается. И это вот, вот, все. Заработал. Осетия сразу готовит. Не теряет время готовит трос. На суше. Потому что... Но надо занимать траекторию уже, потому что подъезжает. Мамба тянется. Даже колеса не двигаются. На передаче заглох. Так. Не мешаем штурману. Не меняем. Не мешаем. Якорь, якорь. Девушка. Так, и удобная тоже. Ой, как не хорошее. Шилка плывет. Хорошая тройка. Удобная. Видите, даже шевик плавает. Получается. Пока не набралась. Своим ходом проходит осетинский УАЗ, что очень удивительно. Отлично прошел. Да. Неплохо. Мамба так и не завелась. УАЗы проехали. Пошло погружение. Пошло погружение. пыли конечно сегодня меньше не стало и ветра нет осетинский уазик обгоняет сразу два экипажа борется красавчик у ахмада проблемки еще и со стартером шилка на лебёдке троит машина нет похоже на проблемы с датчиком коленвала потому что машина уже в отсечке вращения колес нет где-то там две с половиной три тысячи оборотов конечно решает просто у меня как за и 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 не прошла поменяли траекторию по сравнению с нивой открытой в бывшем полностью залита яма ее убрали колею и там очень мягкий грунт очень странная траектория итак а вроде бы сравняли здесь до колеи убрали и насыпали но тем не менее сделали по-моему только хуже потому что вот удобная врюхалась в старую колью где сороковые колеса сидели здесь по моему даже экстрим не проезжали своим ходом и пацаны попали к кукурузину он просто уперся работает бульдозером все мамба тоже так экипаж достает каран защитку и скорее всего будет любедиться к дереву я так понимаю самое правильное решение мамба без переднего правого также на первый круг приезжает экипаж из кбр отлично проходит отлично проходит своим ходом а отлично вообще а а а а а а а а отлично пока еще ни один экипаж не приехал на второй круг я стою в конце трассы круга точнее экипаж удобная при помощи дерева выезжают из того засадного места и сейчас буду пробовать вот мне кажется это самое удобное и а и и и и нам и не хватает мощности нет будет ли максималь сейчас решаются штурманов что делать помогает лебедочкой так получается быстрее так на второй круг приезжают сразу два уаза осетия выбирается быстрее при помощи лебедки ахмат хорошо шел но уперся в него немножко газ бросил и сразу прилип сейчас при помощи лебедки тоже поедет стоит третий симба на второй круг ждет и выбирает наверное не очень правильную траекторию и и и и и и и и Симба выезжает второй из лужи, как будто нет переднего правого колеса. Симба как будто без переднего правого. Блокировки нет. Может быть, может быть. Да, они почему-то камыш боятся ломать. Да, у Симбы нет блокировок. Итак, Симба если выезжает... Симба вообще без блокировок идет. Занимает хорошую траекторию. Занимает хорошую траекторию. Первое, второе, третье, четвертое место. Занимает хорошую траекторию. Зря Дима одевает, потому что без блокировок сейчас не выйдут. Олег будет выставляться по очень сложной, но сухой траектории будет пытаться заезжать. Заезжает просто в отвесную гору. Занимает легко, начинает на саму тру накручен. Звук и 충plak乱 стоп в мальчик. Звук WhatsApp и usually purchases into the g2d. Играет музыка Не, не хватает инерции Нету оборотов колеса Вот, 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 вот Чисто на резине выехал Только на резине Красавчик Друзья Напоминаю и в этом видео Что канал YouTube Я не брошу И все видео буду выкладывать Естественно сюда На YouTube Но в связи с тем Что сейчас есть некие проблемы С воспроизведением у некоторых людей Поэтому Напоминаю, что Под видео, в описании Такая есть кнопочка Еще Там все ссылки На телеграм-канал На инстаграм И скорее всего Теперь будет еще и на ВК Видео И там будут дублироваться видео Ролики На которые вы можете переходить И смотреть И смотреть Даже на телевизоре В хорошем качестве Все Для вас, родные мои Вот А я продолжаю бегать по трассе Искать интересные моменты И смотреть Как едут экипажи Преодолевая Сложнейшие Препятствия Вот Но надо еще как-то сегодня Сберечь силы Потому что Сегодня я еще еду В категории Экстрим Ох КБР Врывается Пробуй своим ходом Грунт очень мягкий Очень мягкий УАЗ Будет пробовать Заезжать своим ходом Хотя зря Я бы уже попробовал Проехать Или бедиться То есть тоже Потеря времени Ну У каждого Своя тактика И все Ау Это будет интересно Ну Так Франкенштейн Имеет тоже Технические проблемы Но Резина Здесь Резина Здесь Конечно Выгребает Я слышу Спокойно Вонючий Могатит Так Ну тут По-моему Укусим бы Ой как Прилип Вот это Прилип Давайте громче Девчонки Димона Давай Димон Димон Ты якорь держи Пхелет Вы на четвертом месте Сейчас А мы все наверное А что у вас было Когда пневма не работает У нас на первой же луже Я видел А уже мотать начал Нет Мотаешь Нет Дима Надо перекинуть Дима рукой Он прям уже Ну Ну Подстраховался Лишний раз Ничего страшного И так Мамбо Сход КБР Стоит Машина Не заведена Но на лебедочке Привет Привет Так И тут у нас Димон Колдует Опять намотал Ой тарах Это как благородно Тарах Продолжение следует... 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 и снова экипаж симба на вашем экране абсолютно не торопится олег любит такой стиль езды когда не нужно там вот гнать лупиться боками тереться друг от друга и спокойно в своем темпе стал размотал лебедочку ему пищу сигаретку в руку я думаю он бы кайфанул сейчас кто смотрит первый раз это него просто порезанная мотор него 17 доработанный там головка то портинг так называемый а я стой стой трос опять стой остановись остановились стой там трос замотал на колесо не оба тогда затянулся трос да видишь двойках не хорошо видишь трос замотал стульма вовремя не убрал не хороший дух так воскресить не получилось размотали трос колеса сейчас затащился только на ребятке и будут работать заводиться уже здесь не работает почему-то стартер так видим подъехал за на свой второй круг едет очень спокойно аккуратно я думаю своим ходом и на машину я думаю нам надо не выехала будет лебедочка едет лука, тоже спокойно надо было просто психануть давно вас не видно было пристегнулся и поехал и и и и и Спокойно. Четко. Кустая. Четко. Четко. сейчас будет попытка завестись так сказать с толкача хорош галокнуть больше нельзя ребята вася там тоже едет потихонечку заур стоит уперся и сзади видим символе видит так у заура опять что-то по моему соленоидом на лебедке уже были проблемы такие завелся а у вас маленький бархан безщипно лезет с первого раза надо лежа с первого раза как у нас летелось я динька тоже хорош так друзья категория спорт заканчивать свое выступление там скорее всего ну-ка 1 на шилке симба будет 2 и наверно зовут заур 3 и это мои предположения вы сейчас увидите на экране все уже увидели в общем иду переодеваться чуть-чуть посижу под кондиционером и буду готовиться к экстриму сейчас трассу перевяжут вот если скинут мне видео то я естественно сделаю если нет то не обессудь вот 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 Костян, красава! СКРТО ФРОД рулит, братан, СКРТО ФРОД рулит, заедет сам. Мало инерции, пусть назад вдаст. Назад пусть спустится, а до конца заедет. СКРТО ФРОД рулит, братан, СКРТО ФРОД рулит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многоуважаемые подписчики, категория экстрим продолжает свою гонку, но у нас, к сожалению, технический сход. Прямо на первом круге, прям с первых метров, короче, порвала машина приводной ремень. Естественно, нету гура, нету зарядки. Сразу поменяли, был запасной в машине, начали ехать. С некими проблемками машина лупит, вообще супер. Вот, я попрошу, там вроде камера была в салоне у нас. В общем, лупит, проезжаем круг с лебедками, и на предпоследней горке, получается, срывает после грязи опять ремень приводной, обрывает. Стараемся ехать на аккумуляторе, почему-то начинает троить и высаживается на лебедке, получается, полностью аккумулятор. Ну, принимаем решение, что сход, потому что опять приводного ремня нету. Без гура тяжело гидравлику крутить. В общем, иду снимать вам на трассу. К сожалению, гонка была для нас минут 15. Но это интересный опыт в экстриме. Итак, у нас тут стоит барбос. Что у вас случилось, господа хорошие? Оборвал все. Бортовой я срезал, получается. Да, третий опор все-таки нужно. А, вы без третьей опоры, бывает, и такое, и все. Это вы на Т-40, да, я так понимаю? Понятненько. У нас приводной. Без гура, без гура, все, он никак не ест. Шатун позже. Шатун затроил, знаю, да. Так, вижу, Грозный стоит. Бамбл би едет. За ним едет пират. Еще Скорпион где-то в конке. Не может заехать пират. Хорошая трасса, Игорян. Грязь у вас прям такая. Это организатор Игорь, который все здесь готовил, неделю жил. Клуб «Своя колея» Павловская. Спасибо. Не, ну с пацанами. Ну ты тут жил, можно сказать, с пацанами. Вот. Почему-то не крутится переднее колесо у пирата. Своим ходом пытается заехать пират. А, нет, это не пират. Это, по-моему, Скорпион. Так, Леха без лебедки. Отправляет в Бамбл би. Оттягивает Лету. Алексей! Алексей! У нас ходит. Очень интересная тактика от Бамбл би. Расул, если честно, что это было. Ляп. Самая быстрая гонка. 15 минут. Да, 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 да. Ну я снял, если что. Ну ты же что-то зафиксировал, я так понимаю. Очень, да, очень прикольно. Ну с моего ракурса хорошо было видно, что он почти корпус. Серьезно? Ну окей, я думаю в группе будет. Да, ты прямо просто будешь выезжать и все, тут колесо. А, она чтобы не порвала. А тоже колеса нету, да? Порвали? А нету колеса. Вот Юра делает все грамотно. Сразу далеко на лебедочке. Через два препятствия. Вот на вот этой массе был вот этот провод. Да. То есть вот это питающий, он подходит. Вот. И к нему подходили вот эти вот три проводочки. Это управление вот этим. Пневмой. Пневмой. Все. Вот. И это вот он пришел, вот он ушел, вот сюда ушел. Питающий. Вот этот с этим попробуй. Нет, они не были вместе. Но он тебе все равно накинуть, тебе массу на массу. Плюс туда, чтобы закинуть. Да. Тебе нужно, чтобы цель соединить. Просто пневмой тут есть. Почему? Потому что вот зажигание там включается. А там уверен, что есть? Где? Ну дальше у тебя. А там? Да. Конечно. Лебедка работает. Какой продукт все. Юрасик, вы порвались тоже, да? Я смотрю, в лево. Нет, лево. Со старта не будет. А, со старта. Вот она, блядь, я сказала. А, ты прям закусила его, да, у тебя? Заклинила кнопка, понял. Но не смог ее остановить. Ааа. Какая коварная грязь, да? А кончик? А, у тебя не Целинский якорь, да? Нет. А отвертки ничего такого нету, да, с собой? Вон там плотненько. Якорь гнется, блядь. Ножа нету, да? Спроси у Грозного, вон, что у Сани можешь есть? Нет, у Юрия. У меня машина недалеко, могу принести, но это неправильно будет. Слышно? Заживало. Может, капот откроем? Ну, открой. А она сверху, тебя там видно? Пират, проезжай. Да, мощно. Мощно, мощно. Бамблби в жижуле в полнейшей. Едут две машины сейчас плотно. Это Бамблби и Пират. Пират едет на КПК, да? Да, да, все верно. А теперь смотрим, как это делают настоящие мужчины на двигателе V12. От Toyota Century спокойненько не получилось. Надо все-таки найти педаль. Ну, допустим, мы это вырежем. Это Юра просто этот. Ой, Юра. Дима балуется. Нашел волшебную кнопку и заглох. Тихо. А, не видно ему ничего. Леха лучше не сделал. От слова совсем. Ну, вот это уже что-то похожее на нормальный заезд от категории экстрим. ВОЗ, кто вырежет. Ну, то... ВОЗ Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это Юра, знакомьтесь, пилот, с которым я выступал, джип Wrangler, 6-котловая рядная, мотор родной, 4 литра, там около 200 лошадей, мосты, лапы, лапландеры так называемые, вольво мосты, вся обрезанная, перерезанная. Машина готовилась вообще для трофе, выступала в трофе, выступала в ладоге. Не для этой грязи. Рассказываю, мы, к сожалению, поподробнее уже сошли, тех, сход, почему-то снимала и рвала приводные ремни, естественно, отказывал гур, пропадала зарядка. Здесь стоит сзади двухмоторная вертикальная лебедка. Естественно, мы пытались уже, когда сорвало, у нас сорвало раз ремень, и мы его поменяли, проехали почти круг, сорвало второй ремень. Мы пытались ехать только на зарядке аккумуляторов, но так как два мотора, они очень сильно высасывают аккумуляторы, они хоть и накопительного действия, но они высадились и быстро восстанавливаются сами. Вот в гонке она заглохла, начала троить, потом заглохла на подъеме, я не смог ее достать, и получается скатились, объявили сход, а потом уже вне трассы увидели, что у нас просто слетел ремень, а не порвало. Да, мы рано озвучили сход, могли бы дальше продолжать, но это тоже опыт, я вообще даже не подумал, что его может просто скинуть, а его просто скинуло. Ну, в общем, да, немножко обидно, хотелось бы немножко дольше покататься. Так, техника интересная, центральная подкачка есть, за этим нужно следить в гонке, радиатор сзади, вот такие вот, то есть, свесы у нее, то есть, абсолютно никакие, да, то есть, она может заезжать в вертикальный подъем, абсолютно прикольная машина. Машина. Юр, ну, ты в трофе участвовал именно в ориентировании, как тебе спринт именно от трассы Павловской? Да ништяк. Ну, мало, мало, мало. Не успел почувствовать, не успел. И многие сказали, заметили этот, машина же для трофе занижена, да, то есть, у нее занижение очень сильно, а нужно, ну, трипадоры любят, когда они быстро вращаются и чистятся, у тебя не хватает вращения колеса. То есть, это, думаешь, в моторе, то есть, не хватает мотора, да, не раскручивает, да, получается. Такие дела. Так, на Калахана, блин, классно, классно, просвет тут примерно где-то 50, да, получается, 50 сантиметров. Круто, мне очень понравилось. В общем, вот такая первая гонка у меня в экстриме и у Юры тоже первая гонка. Ничего, интересно. А так, ребят, со всеми прощаюсь. Спасибо, что смотрели это видео до конца, кто особенно досюда досмотрел. Повторюсь, это было интересное приключение. Два дня, я давно не был два дня на гонках. Вот, следующая гонка у нас 20-21 сентября, по-моему, новая абсолютно трасса, никто ее не видел, не знает. Станица Медведовская, Тимошевского района будет Глиняный карьер. Это будет интересно. В общем, спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Напомню, что все ссылки актуальны в описании видео. В Телеграме постоянно общение происходит. И между подписчиками, и я всем отвечать стараюсь тоже. В общем, спасибо. До новых встреч, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok